Привет, друзья! Я Григорий Герман. Россия сильна, как никогда, поэтому на будущих переговорах у России будет очень сильная переговорная позиция. С другой стороны, Украина, благодаря ударам по тылам, по НПЗ, благодаря разработке своей ракетной программы, благодаря помощи Соединенных Штатов и наших европейских партнеров, тоже усилила свои переговорные позиции. В Соединенных Штатах война в Украине, российская агрессия по отношению к Украине до сих пор является фактором предвыборной борьбы. Это хорошо или это плохо? И, в конце концов, Китай в последнее время крайне активизировался на своем переговорном треке. Почему? К чему это приведет? Все это мы обсудили с политологом Игорем Рейдеровичем. Оставайтесь, будет интересно. Хочу обсудить с тобой, если уже все так много говорят, и президент говорит, и партнеры говорят о том, что там к осени все стараются подготовить некую почву для переговоров, хочу с тобой обсудить, собственно говоря, с каких позиций сейчас мы смотрим на вот эти вот переговоры, позиции самых разных сторон и самых разных актов. И начну, наверное, с мнения, которое достаточно давно гуляет по головам. Это мнение о том, что Запад сейчас либо поставками недостаточными для победы, но с одной стороны продолжает спасать Путина от полного краха на фронте, а с другой стороны вот медленно варит лягушку с точки зрения экономики. А насколько ты поддерживаешь эту позицию, насколько она справедлива? Ну, я не считаю, что Запад, скажем так, не дает Украине достаточно оружия по каким-то там причинам такого субъективного характера. Здесь есть на самом деле очень объективные вещи, и если посмотреть на количество этого оружия на складах многих стран, то его действительно там мало. И в этом контексте оказалось, что просто западные страны, демократические страны, они не то что там к какой-то войне готовились, да, они вообще даже не предусмотрели такой возможности. Вот это вот надежда на то, что у нас есть НАТО, у нас есть ядерный зонтик, в принципе, нам вообще не нужны какие-то традиционные, конвенционные, да, как говорят, вооруженные силы. Она сыграла большую негативную роль с точки зрения поддержки Украины. То есть это факт. Есть страны, которые мы это прекрасно знаем, которые отдали Украине все, что у них было, там, по гаубицам, бронетехнике и так далее. А наращивание своего собственного производства, это достаточно проблематичная история, поскольку она требует времени, она требует реструктуризации экономики, и это небыстрый, скажем так, процесс. Поэтому здесь в большей мере, наверное, объективные какие-то моменты, а не расчет, что вот мы Украину будем там поддерживать только таким образом, но ни в коем случае не больше. Это на самом деле не так, и мне кажется, там неправильно про это, в принципе, говорить, и тем более Запад в каких-то таких моментах обвиняет. Я уже молчу о том, что формально-то они нам вообще ничего не должны. Формально, да, и по большому счету многие это делают, исходя из каких-то своих ценностей и принципов, за что им большая благодарность. А вот с точки зрения медленного удушения российской экономики, определенные тенденции к этому, конечно, есть. То есть расчет же на санкции был какой, что это не одномоментно развалит, обрушит российский рынок, а будет действовать на перспективу и на какой-то более далекой дистанции. Россия, ну, рано или поздно столкнется с необратимыми структурными изменениями, которые просто она уже не сможет остановить. Уже сейчас российские экономисты, которые абсолютно лояльно настроены по отношению к власти, констатируют, что эти необратимые изменения уже начались. И Россия потеряет экономику либо вследствие этих западных санкций, той войны, которую она развязала под Украиной, либо ее окончательно поглотит Китай. В принципе, для них что тот, что тот вариант, он не сильно позитивный. Но мне кажется, что на Западе не сильно хотят варианта поглощения тотального Китая, потому что зачем им как бы увеличивающаяся китайская экономика с российским бедом? Поэтому будут дальше некие действия, которые вот медленно-медленно будут доваривать там Российскую Федерацию, и они впоследствии этих санкций будут выхаркивать еще годами. Ну, если там через года такое образование, как Российская Федерация, еще будет оставаться на карте мира. Я, продолжая, немножко возвращаясь от экономических санкций снова к поставкам оружия, недавно увидел несколько западных экспертных оценок и объяснений, проверил у наших военных экспертов, вот буквально на днях. Да, хотя бы в том, что касается тех самых долгожданных эфок, почему их так долго не передавали, почему их нам не передали в 2024 году, и почему, собственно говоря, их передали сейчас всего лишь шесть. У меня были подозрения, они на самом деле оправдались, что эфки и вообще, в принципе, все западное оружие – это достаточно сложная система, для которой необходимо подготавливать не только поле боя, но и, собственно говоря, инфраструктуру, что тоже является длительным процессом. Вот сейчас нам передали там шесть F-16, как утверждают, именно это количество позволит нам медленно, но уверенно и постепенно подготовить не только аэродромы и не только техников, которые будут их обслушивать, но и тактику использования, потому что она категорически отличается от того, к чему привыкли в наших воздушных силах, к силу того, что они летали на советских самолетах. Тактика использования, возможности и так далее – все это очень сильно отличается. Когда люди кричат… Если это, наверное, был бы чисто политический, мы могли бы сказать, о чем, собственно говоря, дело. У нас есть 30 пилотов, дайте нам, не знаю, 15 самолетов, 30 самолетов, да, и мы их будем использовать. Но этого ничего не было, а про инфраструктуру – это вообще очень важное замечание, потому что там же с двумя пилотами, которые закрепляются за самолетом, в принципе, идет огромный штат техников. И там речь о десятках людей, которые в этот самолет обслуживают. Там огромная речь техники, техников, аэродром. Он прилетает, понимаете, самолет вылетает, выполняет задание час, час, к вылету его готовят в сутки, например. И после вылета его там в сутки обслуживают, его там разбирают, собирают, проверяют, то есть тестируют. Это очень такая дорогая история. И в этом плане, конечно, есть объективные какие-то моменты. И российская пропаганда любит рассказывать, что вас там бросили, вас там используют и так далее. Но, знаешь, я видел прекрасную картинку в Фейсбуке. Там в столбик так было перечислено, значит, то, что вы никогда не получите от Запада. И начинается. Илины, да-да-да. Потом так F-16. Потом вы здесь, 31 июля 2024 года. И дальше там шли F-35, там агапки и что-то там еще. Я так понимаю, что под троеточьем там была атомная подводная лодка, крейсер. Авианосец. Поэтому, если так посмотреть, Украина на сегодняшний день получила практически подавляющее большинство такого, знаете, стандартного, наиболее распространенного оружия, которое используется странами НАТО. И даже иногда не просто стандартного, а в том числе и штучные какие-то системы, которые Украина использует на поле боя. Те же Хаймарсы, мало кто знает, их же в мире всего там пару сотен, всего-навсего. Это же не то, что их там тысячи каких-то. И в этом контексте то, что Украина их там около двух десятков сейчас, это на самом деле очень большой показатель. Да мы вон там и один использовали так, что россиянам мало не казалось. Прилетело в этот родничок, да, там четыре сотни трупов, значит, еще какая-то часть пропавших без вести. Это же все типа одна установка сделала. Украинская армия вообще уникальна сейчас в том плане, что мы используем такое количество разнообразного вооружения, которое не подпадает ни под какие категории стандартизации. Ну хотя понятно, что с помощью определенных слов, лома там и так далее, наши умельцы будут стандартизировать все. Но с одной стороны это смешно, а с другой стороны это же реальная проблема. Когда у тебя там шесть калибров, шесть калибров, ну они все разные, тебе под каждый калибр надо какие-то свои снаряды. Поэтому здесь есть объективные моменты, но это моменты явно не связаны с тем, что вот мы будем держать Украину там на голодном пайке, чтобы Россия тут, значит, стащивала ресурсы. Было бы больше возможностей, поверьте, мы бы эти возможности имели и могли бы исполнить. А если мы заговорили о России, то следующий вопрос и следующее предположение, которое тоже достаточно часто звучит и, между прочим, иногда из уст даже лояльных к Украине экспертов о том, что сейчас на данный момент, середина 2024 года, Россия сильнее всего. Вот все силы прямо брошены, и человеческий ресурс, и материальный ресурс, и производственный ресурс брошен на то, чтобы перед мирными переговорами завоевать как можно больше территорий. И здесь тогда возникает вопрос, а зачем ему нужно как можно больше территорий перед переговорами? Ну, я думаю, здесь очень простая российская логика, логика Путина, кстати. Мы задерем ставки, а потом начнем немножко отступать, откатываться назад, и в результате выйдем на тот вариант, который для нас действительно является приемлемым. Ну, это раз. А во-вторых, он же стал заложником просто вот этой пропаганды, которую они годами-годами вбивали в головы. И я здесь соглашусь с редактором новой газеты российской, который Нобелевскую премию получил. Он, конечно, специфическая такая персона в некоторых моментах, но надо отдать должное, он категорически против войны, неоднократно про это говорил и страдал в определенной мере. Вот у него все-таки есть одно очень важное замечание, и он как человек, который видел эту пропаганду изнутри, потому что он же работал на российском рынке, он сказал хорошую фразу, что они настолько забили все этой пропагандой, что в результате отравились нею сами и поверили в это. Вот мы такие. И поэтому Путин уже просто не может в какой-то момент где-то остановиться. Если он начинал это как, что мы там сейчас быстро разобьем украинскую армию, посадим какое-то марионеточное правительство, и все будет типа окей, будем торговать как и раньше, то сейчас у него уже 4 области, еще какие-то, они же это внесли в Конституцию и где-то в определенной мере сделали для себя безальтернативным те или иные действия. Поскольку сейчас есть понимание, что 4 области он может только во сне увидеть, и в принципе, да, там вообще каким-то образом их контролировать, ну у них вот цель, давайте побольше квадратных километров каких-то захватим, а потом, если что, где-то отойдем на 10 километров, и скажем, ну уже с доброй воли, ну смотрите, мы же типа вот готовы как бы, а вот украинцы не такие, оно работать не будет, ну так как они как бы хотят, но логика их такая, по крайней мере они про это даже официально заявляют, и в принципе особо этого не всплывает. Нам надо это четко понимать, что вот эта вся активизация, которая уже выдохлась по большому счету, в значительной мере, она как раз с вот этим связана, показать, что типа инициатива у нас, соответственно переговоры, если будут вестись, они должны вестись с нашей точки зрения, с нашей точки зрения. Но, ну опять-таки, на наших партнеров это сильно работать не будет, потому что они же карты видят, они же понимают реальную ситуацию. Да, они говорят, она непростая, но она абсолютно не такая, как себе рисует, например, там Путин и его ближайшее окружение. Поэтому еще какое-то время, когда они выдохнутся, еще может быть и получат какие-то удары в ответ, у них риторика поменяется, и они гораздо более склонны стану к компромиссам и каким-то там половинчистым решениям, да, как они говорят, для того, чтобы окончить войну и садиться, собственно говоря, за стол переговоров. Насколько ты согласен с позицией и с тезисом, что Россия сейчас сильна, как никогда? Да нет, я не уверен, что Россия сильна, как никогда. Она смогла стабилизировать ситуацию исключительно в одном контексте. В контексте, давай так это назовем, вечного двигателя или перпетум-мобиля, да, в каком плане? 30 тысяч теряем, 30 тысяч набираем, 30 тысяч теряем, 30 тысяч набираем. Вот, в этом плане, да, у них система отлажена, они там где-то перевели экономику на военные рельсы, это тоже как бы правда, ее бессмысленно отрицать, но при этом опять-таки российские экономисты, которые абсолютно провластные, да, говорят, что эта вся лопа и этот эффект от милитаризации и так далее окончится в начале 25-го года. И все, и дальше. А мы же это видим опять-таки по фото, ихний баз, где у них стоит техника. Как она уменьшается, как происходит каннибализация, да, этой техники, когда они с двух БТРа влепят там один, например, или третий какой-то БТР. И этот же процесс, он неостановим, то есть они не успевают это заменять. Поэтому сила России сейчас исключительно в том, что они могут пока насыщать фронт людьми. Опять-таки, это же известная всем история, что на России никогда не накажут командира, так называемого, да, за то, что он потерял кучу людей. Но обязательно накажут командира, если он потеряет техника. Да, и как там нынче ZZ-патриоты пишут, ZZ-военкоры пишут о том, что очень часто командир роты не знает свой личный состав, потому что этот личный состав слишком часто меняется. Ну так хорошо, а зачем ему знать, если он реально знает, что за 3-4 дня большая половина будет 200-й, они будут валяться в посадках там как можно дольше. А остальные будут настолько за 300-чины, что они, в принципе, к нему уже не вернутся. Потому что им одна дорога, куда-то там на костылях, там шкандыбать, и рассказывают, что нас бросило государство, они выдали протезы, и вообще ничего, денег нет, но вы держитесь. И с этой точки зрения очень интересно то, что выходит Набиулина, которая прямым текстом на пресс-конференции, будучи неприкасаемой, рассказывает, что экономика все еще разогрета, да, и производственные человеческие ресурсы практически исчерпаны, да, ну, то есть там находятся на пике, и дальше будет только ПАД, прогнозируют стагфляцию, да, то есть гиприт стагнации и инфляции. И буквально через несколько дней после нее Путин официально указом повышает выплаты за каждую голову практически более чем в два раза, а тем самым еще больше денег, обещая, закачать в экономику, уже даже не через ВПК, а просто тупо через выплаты своему. Это основной сейчас на сегодняшний день, основной двигатель российской экономики. Но он же возможен только до тех пор, пока у них будут эти деньги выплачивать. Да. Но это же возможность исчерпывается. Кроме того, сильную как никогда Россию. Простой вопрос. А с какого ты повышаешь эти выплаты? Что такое? Ну, что случилось? Ну, то есть, как бы желающих уже меньше, да, ты смог купить часть населения. Это правда. Вот часть населения абсолютно сознательно поняла, что нам типа не будут делать официальную мобилизацию, потому что первое, по сути, показало реальное отношение, да, но нам дадут дофига денег, и мы как бы пойдем за эти деньги что-то там не делать. Но теперь это еще больше увеличивает. Там же ждет вообще соревнования между регионами, кто больше этих выплат делает. Вот просто вопрос, вот у нас же на поверхности, а что случилось? Наверное, количество просто добровольцев, несмотря на эти повышения, падает. То есть, и дальше два варианта. Первый вариант. Мы выкачиваем все деньги, выбираем весь максимум и останавливаемся. Ну, глохнем. Когда разогнались, куда-то там доехали, схлопнули, кинули, пошли дальше. Либо мы начинаем опять говорить о реальной мобилизации, там, о второй волне. Но к чему она приведет? Она приведет к тому, что 300-400 тысяч наберут, 6 миллионов опять, там, 5-6 миллионов реально уже выйдет со страны. То есть, это будет даже не тот миллион, который выехал первый раз, да? Да. Потому что они поймут уже, к чему идет. Ну, и на этом все как бы закончится, так или иначе. Поэтому в этом контексте это очень такая показательная история. Россия сильна только тем, что она, я же говорю, умеет в промышленных масштабах утилизировать людей. Это сила в какой-то мере, да? Что им настолько плевать там на граждан, что они готовы пойти на любые жертвы. Но дальше сила реальная заканчивается. Наша переговорная позиция. Насколько мы смогли, вот по состоянию на сейчас, усилить нашу переговорную позицию, скажем, за последний год, возможную будущую переговорную позицию, и есть ли у нас тут место для роста. Ну, то есть, смотри, удары дальние по НПЗ и массовые, это, мне кажется, усиление украинской позиции. И не только перед лицом переговоров с россиянами, но и во время переговоров с нашими западными партнерами. На самом деле это очень серьезное усиление. Почему? Потому что оно демонстрирует и России, и всему миру, что Украина не собирается просто отбиваться на своей территории. И если вы уже говорите о глобальной войне, а российско-украинская война это именно глобальная война, это не региональный конфликт, как кто-то его хочет представить, то эта война придет и на территорию Российской Федерации. Вот эти вот сообщения, что там 3, 4, 5 областей сидят без света, российские, российские областей. Но этого будет бой. Это, конечно, усиливает переговорную позицию Украины. И в принципе, я думаю, что нам надо даже активизировать в ближайший месяц-два эти удары и по НПЗ, и по военным складам, и не забывать о том, что есть Крым, который Путин пытается превратить в такую военную базу. Но он очень уязвим с точки зрения нанесения ударов. И чем больше будет география таких ударов, чем больше будет урон России, тем сильнее будет позиция Украины. Почему? Потому что она, во-первых, заставляет россиян нервничать. Когда они нервничают и психуют, они делают какие-то необдуманные шаги. Эти шаги идут им в колоссальный минус. Ну, то есть это же понятно. Они же не умеют ничего делать нормально. У них это все равно все по факту выходит в пулемет. Как дерзкую кроватку не собирай, все равно пулемет получит. Так, в принципе, и у них. И это первый момент. А второй момент, это же в том числе и показывает нашим союзникам, что Украина не просто отбивается. А мы, как бы, страна, которая в десятки раз меньше России, мы можем, в принципе, наносить ей существенный урон, собственно говоря, на ее территории. Поэтому для нас это однозначное усиление. То, что мы остановили вот эту попытку российского наступления, а она была именно попытка наступления, причем широкомасштабного, это тоже усиление нашей позиции. Понятно, что идеальным вариантом будет какая-то там сейчас операция, условно говоря, которая будет где-то на фронте, которая зато кончится каким-то очень болезненным поражением для России. И это будет тот вариант, который еще больше поднимет позицию Украины. Поэтому этим надо пользоваться, к этому надо двигаться. И, в принципе, надеяться, что оно так в результате и будет. Но при этом не останавливаться, а только расширять вот эти и атаки на Россию, и удары, которые наносятся. Ну и объяснять нашим партнерам, что все-таки какие-то неадекватные запреты, которые до сих пор существуют, на определенные виды вооружения, они должны быть сняты. Ну это смешно. Вы даете винтовку и говорите, например, что вот ты тут 30 метров стреляй, а вот там 31 метр не стреляй. Не стреляй, да. Неправильно, да. И вот знаешь, с этой точки зрения, мне кажется, еще очень важным элементом усиления переговорной позиции Украины, в том числе и с нашими западными партнерами, является новость или пять новостей, как минимум, за последнее время о том, что Украина наносила удары по территории Российской Федерации ракетами «Нептун», которые были переделаны из чисто противокорабельных для ударов в стиле «Земля-Земля». И это чрезвычайно важно, потому что на самом деле это показывает нам еще одно поле для роста украинской переговорной позиции. Это производство собственных средств выражения, способных бить по территории Российской Федерации. Это тоже очень важный шаг. Хорошо, что президент на это обречает такое внимание. Тем более у нас есть успешные кейсы. Как с тем же черноморским флотом Российской Федерации, который там на дне появляется. Так теперь, собственно говоря, скорее всего это будет и с какими-то наземными базами, складами техники и другими какими-то вещами. И опять-таки, для России это просто подтверждение бесперпективности той войны, которую они ведут. Потому что количество же этих ракет у нас будет только увеличиваться. И мы будем еще лучше их делать. Война в этом плане, она же двигатель прогресса. И надежды на то, что это когда-то прекратится, ну не будет. Оно будет все как бы наоборот. Оно будет только идти по увеличивающейся траектории. Ну то есть, кстати, нашим российским зрителям, особенно густапсово-патриотичным российским зрителям, я хочу напомнить о том, что Украина по большому счету являлась родиной баллистических ракет. И недаром президент Украины именно сейчас говорит о том, что украинская ракетная программа получает новый буст. Да, так что там, типа, крылатые ракеты Алия Нептун, это далеко не тот потолок, который, в принципе... Да, 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 есть на самом деле куда-то, куда расти, и сюрпризов может быть очень много. И поэтому в этом плане Россия должна понять одну очень простую вещь, как можно быстрее. То есть вы разбудили, вы разбудили. То, чего будить не надо было. Теперь вы в полнах лебнете просто последствия того, что вы сделали. Вели бы себя по-нормальному, все было бы спокойно, и никто бы про такое не думал. Ну, а так как мы начали эту агрессивную войну, теперь эта война просто придет на наши территории. Причем не на только приграничные. Это будет все гораздо серьезнее и гораздо дальше. Запад и западные партнеры, без сомнения, один из самых важных наших партнеров, от которого очень многое зависит, и который сейчас живет в эпоху предвыборного... предвыборного балагана. Давай так. Балагана, который обязателен для всех демократических стран, где каждый раз выборы обязательно связаны с балаганом, именно этим они и ценны. Насколько в Соединенных Штатах сейчас помощь Украине является одним из важных факторов в поддержке или не поддержке тех или иных кандидатов? Он, конечно, не будет прям суперцентральный. Надо понимать, что американцы всегда во все выборы, во все года для них внутренняя повестка всегда была приоритетней. Но этот вопрос точно будет ходить в пятерку. Я думаю, что первых три вопроса – это будут вопросы внутренней политики, на четвертом месте будет украинская война. И тут вот интересный такой момент. Неважно, о каком кандидате мы говорим, но для России это, скажем так, безальтернативно. Это не будет кандидат, который победит и скажет, давайте прислушаемся к России. Не будет такого. То есть это все равно будет кандидат, что Трамп, что Харрис, который так или иначе будет поддерживать Украину. Вопрос только в форматах. И он будет считать, что если мы заканчиваем войну, мы должны ее закончить, скажем так, с сохранением какого-то количества принципов, которые являются просто нерушимыми. Это принципы, связанные с возможными временными оккупациями, аннексиями территории и так далее, что это неприемлемо. И вот в этом контексте для нас какого-то глобального вызова в контексте выборов американских нет. Я еще раз говорю, что кто бы там не победил, скорее всего, в значительной мере, эта поддержка будет сохраняться. Понятно, что на какой-то период американцы могут вылететь с этого процесса. Но здесь подкручится Европа, потому что Европа очень четко понимает, что у Штатов действительно есть одно преимущество. Как говорил Дональд Трамп, это прекрасный океан, который отделяет нас от Российской Федерации. У Европы такого преимущества нет. Поэтому пока там американцы будут заниматься выборами, европейцы будут усиливать поддержку Украины. Вот и все. Поэтому в этом плане я бы не волновался по поводу того, кто там победит. С каждым кандидатом можно будет говорить, с каждым кандидатом можно будет прийти к какому-то общему знаменателю, общему мнению, и это мнение явно будет на стороне Украины. Просто по той простой причине, что две трети американцев однозначно Украину поддерживают. И ни Трамп, ни Харрис, они просто этот факт игнорировать не смогут. Наш прекрасный Джозеф Робинет, сто лет тебе в обед, Байден, говорят, что может стать более активен вот в эти полгода до выборов, сняв с своих плеч тяжелые вериги предвыборной кампании. Ну, у него как минимум развязаны руки. То есть он, в принципе, особо не связан теперь, да, тем, что ему нужно думать там про рейтинг и так далее. Поэтому я не отвечаю, что какие-то действия, они действительно могут иметь место. Тем более, что в Америке очень любят говорить, и это говорили, кстати, в контексте его отказа от участия в дальнейшем выборах, любят говорить о наследии, о легасе, да, то есть какое наследие ты кандидишь. У Байдена сейчас прекрасная возможность оставить чудесное наследие для Украины и для американцев, и очень фиговое наследие для россиян. Поэтому я не исключаю, я не исключаю, что точечно, конечно, не глобально, но точечно какие-то вещи, они будут проще решаться, чем они решались, например, раньше. Опять-таки для нас это окно возможностей. Нам надо сейчас просто как бы объяснить представителям администрации, что можно сделать для Украины, что, например, пойдет на пользу, ну, косвенно, например, к тому же кандидату там от демократов. Ну, почему нет? Понятно же, что Байден же будет топить за нее, это же однозначно, он про это сказал. И в этом контексте как бы, ну, почему он не может сделать какие-то вещи, которые раньше его сдерживали, учитывая, что ему нужно было думать про рейтинг. Сейчас это сделает он, а разгребать уже, грубо говоря, будут другие, скажем так, люди. Поэтому посмотрим, я думаю, что точечно что-то, оно изменится. Возможно, вот в контексте там дополнительных поставок дальнобойных ракет, каких-то отдельных разрешений на проведение каких-то там специфических операций и так далее, это может все иметь. Есть мнение, что ни одна из партий в Соединенных Штатах, ни один из игроков, ни один из акторов не поддерживает на данный момент и не поднимает вопрос о выходе на границы 91-го года. Все говорят о том, что там возможно. А республиканцы, и многие из них, да, из маковских республиканцев, вообще говорят о том, что мы в принципе должны там типа выйти на компромисс с Россией по украинскому вопросу для того, чтобы оторвать ее от Китая. Потому что Китай – это наш самый главный противник. Насколько эти слухи, по-твоему, имеют под собой основания? Администрация, что Трампа, что кого угодно, да, они никогда не признают факта временной оккупации или аннексии территории. Это понятно. Частник санкций никогда не будет снят. Это понятно. И я думаю, что во время вот этой выборы избирательной кампании у республиканцев пройдет одна очень простая эволюция. И в результате этой эволюции взглядов, да, они поймут одну очень простую вещь. Что позиции Америки, позиции НАТО, они для них важны на самом деле, гораздо будут сильнее, когда у них на восточном фланге будет стоять там трехсоттысячная украинская армия, которая будет вооружена, обучена. И, что самое важное, будет единственной армией в мире, которая имеет чрезвычайно позитивный опыт уничтожения россиян. И в этом контексте у них просто-просто придет банальный расчет такой вот с позиции силы, да, что одно дело, когда мы имеем сильного союзника, поддерживаем его, а другое дело, когда мы в чем-то будем пытаться договориться с Россией, а Россия нас там через год, через два или через четыре кинет. Вот и все. И пусть они просто сейчас вспомнят, вот что у них был такой президент, который сейчас, наверное, в гробу переворачивается там регулярно, звали которого Рональд Рейган, да. Вот он прекрасно вел себя по отношению к Советскому Союзу, потому что он, не будучи профессиональным политиком, это важно очень, да, он понял одну очень простую вещь, что Россия, ну, Советский Союз, ну, Москва на тот момент, да, он понимает только силы, только силы. И чем больше этой силы будет продемонстрировано, тем адекватнее себя будет вести Советский Союз. Вот и все. С Россией точно такая же история. То есть чем больше они будут видеть силы, тем смирнее они себя будут вести. Поэтому я думаю, что республиканцы, это вот часть республиканцев почти, это поймет. И они поймут одну очень важную вещь, мне понравился, как Пинку сказал недавно, один из представителей республиканской партии, он сказал, что мы дадим Украине оружие, и украинцы выкинут этих варваров, да, там, за границей, это прекрасно прозвучало, за границей там своей территории. Они просто поймут, что, ну, действительно, есть определенный водораздел, там, на страны, да, и этот водораздел, он как раз должен проходить по границе между Украиной и Россией. В границах 91-го года. Это очень важное уточнение. Китай. Действительно ли, по твоему мнению, Китай может... приказать, условно говоря, Путину, да, быть настолько жестким в общении с Путином, что он закончит войну? Ну, у Китая точно есть инструменты, которые могут наочно продемонстрировать Путину, что войну надо заканчивать. Ну, давайте так. Он не может ему сказать прямо там, заканчивай. Ну, оно так не работает. Все-таки у них не такие пока взаимоотношения. Но сказать, 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 что давайте как бы заканчивать и так далее, да, у них такая возможность есть. У них есть рычаг влияния. Это торговля, да, по сути. И Китай может этим рычагом воспользоваться. Более того, что-то мне подсказывает, что они уже потихоньку этот рычаг начинают запускать. И вот эта активизация китайцев, эти встречи, эти заявления, это как раз связано с тем, что они уже поняли, что окончание войны для них более выгодно, чем ее продолжение. Теперь вопрос только в том, когда они придут к тому мнению, как это должно произойти, в каком формате и какова будет роль Китая. Но возможности у них такие, безусловно, есть. Я думаю, что рано или поздно они будут их использовать на практике. Правильно ли я понимаю, что там самосанкции, которые ввели комплаенсы китайских банков и, например, там запрет на продажу коммерческих беспилотников, которые могут использоваться в военных целях, это как раз и визит Кулебы, приглашение. Это все звенья одной цепи. Это все звенья вот этого пути, да. Да, это все связанные вещи, потому что Китай ничего не делает просто так. Он делает это все с определенным расчетом. И здесь, мне кажется, визит Кулебы, это в том числе и на фоне визита Путина в Северную Корею, Вьетнам. Китай это не понравилось. То есть, и это понимание того, что надо начинать как-то договариваться с Европой про интенсификацию торговли, а Европа говорит это с удовольствием, но только после того, как война окончится. И поэтому Китай вот таким образом принимает решения сначала такими полунамеками про банки, про беспилотники. С другой стороны, активизируется на уровне встреч с Кулебой. Я не удивлюсь, если он приедет в Украину, мы его пригласили. В принципе, это возможный вариант сейчас. Это, кстати, провоцирует ту же Россию интенсифицировать свои разговоры о перемирии. Просто Россия хочет это с какой-то позиции своей делать. Мы сейчас находимся на первом этапе по сути уже игры такой длительной, которая приведет к тому, что начнутся какие-то действительно переговоры. И каждая из сторон хочет просто для себя выбить максимально приемлемые какие-то условия. В данном случае Китай играет точно такую же роль. Он хочет принимать участие в этих переговорах, но не в качестве там просто соглядатая, а в качестве той страны, которая действительно приложит руку и сможет потом всем рассказывать, видите, это мы, это мы помогли, это мы приложили как бы руки. Поэтому в этом плане я думаю, что у них будет сейчас много других показательных заявлений, ну и плюс они посмотрят на реакцию России. То есть они ожидают же теперь какого-то хода со стороны России, как они поняли намек или не поняли. Это же важный очень момент. Россияне просто такие, что им надо не намекать, им надо где-то прямо говорить. Да, да, да. И желательно еще сопровождать свои объяснения ударами какой-то палкой, да, там. Да, да, да. Вот сюда, смотри. Да, сюда, смотри. Да, дыбь. Хорошо, смотри. Еще один вопрос, он такой чисто стилистический, хотя может быть и нет, смотря как, смотря как, как ты думаешь. В последнее время достаточно часто говорят, что есть опасность изменения риторики. Украина даже часто в риторике наших западных партнеров это уже не жертва нападения России, а многие на Западе говорят уже в такой формулировке, переговоры двух воюющих сторон. А есть ли в этом какая-то опасность или это просто дипломатический язык и дипломатический оборот? Я думаю, что это больше дипломатический язык, то есть это, смотри, синонимы формулировки. При этом же все, кто говорит вот про то, что это две воюющие стороны, не отрицает же того факта, если мы говорим про западные страны, что Россия агрессор, Украина оборонена. Но, кстати, это очень важный момент, с другой стороны я бы на него посмотрел, это признание факта именно войны, войны, потому что россияне манипулировали и говорили, да какая-то война, это специальная военная операция, Украина войну не оглашала, они же думали, что мы им войну огласили, то есть дураков здесь нету, надо понимать, как это все действует. Азия, это просто признание, что это именно война, это война, причем война, которая в центре Европы, но это не отбрасывает того факта, кто в этой войне является справедливой стороной, а кто является стороной агрессором. Поэтому я бы тут особо на этом не заморачивался, важно, что потом дальше, какие формулировки и о чем вообще идет речь. Но употребление слов там воюющие стороны конфликта, ну это объективно, скажем так, инструменты работы журналистов, политиков, поэтому тут ничего такого нет. Спасибо тебе, береги себя и до встречи. Спасибо, да. Хорошего дня.